Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Известные телеведущие Настя Ивлеева и Юлия Коваль очень любят путешествовать. Каждый уикенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, одна из них должна прожить 2 дня на 100 долларов, вторая может тратить неограниченные средства, которые хранятся на безлимитной карте. Чтобы решить, кто будет жить как миллионер, а кто учится выживанию, Настя и Юля бросают монету. И каждый раз все решает. Орел, решка! Все преимущества премиальной карты Майстеркард снова мои. Это девчачий сезон! Всем привет! Это Орел и решка. Девчачий сезон. Одна девчата. Несравненная Юлька Коваль и божественная Настюшка-опасность, а.к. Настюшка-доброта. Ну что, моя хорошая, что ты знаешь про Македонию? Смотри, тебе будет очень жарко в Македонии в этом свитере. Это факт? И еще один факт. Орел и решка никогда не был в этой стране, в Македонии, на этой земле. Никогда! Кстати, это реально факт. Неужели первый раз нам довелось снимать там, где решка еще не была? Это прекрасный тос, поэтому по этому поводу я подпрасываю манету. А давай ты, давай. Да, я Орел, ты Решка. Все, решили. Все. Три, два, один, погнали! Привет, Македония! Так, что там у нас? Ииии, поехали. Да ладно? Ребята, у меня орешка, у меня деньги. А карта? Где карта? Я не знаю, я похожа на богатого человека, что ты меня спрашиваешь, блин. Понабирают всяких блондинок взбалношных. Друзья, это Орел и решка подружки, девчата. Смотрите. Приятного вам хорошего дня в Македонском. Северная Македония. Затерянный рай в самом сердце Балкан. Край изумрудных гор и славных историй. Уже не терпится с тобой познакомиться. Короче, дорогие мои хорошие, в аэропорту я поменяла 5 долларов. Больше не надо, потому что выгодный курс находится в городе. А 5 баксов мне хватит для того, чтобы добраться на автобусе до центра. Так, давайте спросим, где же эти автобусы. О, полтора часа ждать. Так, а что у нас в такси? Вот прайс на такси. Конечно же, я не могу себе этого позволить, поэтому не придется полтора часа ждать автобус. Знаете, мне многого не надо, лишь бы консьерж-сервис Мастеркард был рядом. Позвоню, и он решит любой мой вопрос, и жилье забронирует в Ахриде, и развлечения мне найдет. А мне остается только заплатить. Удобно и премиально. Все как я люблю. Я в Македонии, у меня есть деньги, у меня есть всего два дня и поэтому я сейчас полечу на самолете и спланирую свой уикенд максимально точно и грамотно. Первый раз летаю. Я арендовала себе легендарный американский самолет Cessna, самый массовый в истории авиации. Эта пташка весит всего 750 килограммов и разгоняется до 300 километров в час. Самое то, чтобы быстро доставить меня в любую точку северной Македонии. Ну давай, Македония. Удиви меня. Македония. Вообще, вообще, мягонько! Македония начинает удивлять буквально с первых секунд. Такое впечатление, что страну проектировали лучшие ландшафтные дизайнеры мира. Здесь пышные холмы расшиты извилистыми серпантинами. Каньоны нежно разрезают горные хребты, а покрытые зеленью горы будто удерживают всю страну в своих крепких объятиях. Македония считается одной из самых горных стран в мире. Ведь горы занимают 85% ее территории. И здесь находятся сразу 34 вершины высотой более двух тысяч метров. А вот и столица Македонии. Город Скобья. Уютно расположился в долине между горными хребтами. Так, вот что я вижу. Город достаточно ровный в плане. Нет каких-то высоких зданий, каких-то там больших мостов. И самое красивое, что здесь есть, это не сам город, а что вокруг него. Это горы и невероятно красивый горизонт. И все в колуман. И это, конечно, впечатляет. Поэтому оставлю у Скобья Насти. А сама полечу в еще одно интересное место. Скоро все сами увидите. Полтора часа и автобус у ваших ног. Спасибо. А как зайти? А вот так? Вот это да. Слушайте, не знаю, успели ли вы обратить внимание, там закрыта пленка и расстояние между водителем и пассажирами. Заходить надо вот с отдельного входа. Слушайте, автобус красота. Кстати, места два, но сесть можно только одному человеку. Все-таки пандемия еще никуда не делась. И с точки зрения безопасности разрешено сидеть только одному. И я сяду в окошечко. Автобус обалденный. Есть кондиционер, который прекрасно работает. Также есть разъем для наушников. И даже что-то можно подключить, посмотреть. Я правда не знаю, работает эта система или нет. Но достаточно того, что огромное окно и я могу увидеть все и ничего не пропустить. Мне нравится. Ну что ж, Скобья, я готова к знакомству. Ну что, пока на самом деле впечатление сделать о городе сложно, потому что его по сути и не видно. Сплошная растительность, какие-то маленькие деревенские поселения. Поэтому я в предвкушении, но уже видно горы. Полчаса дороги и я на месте. Ой, выхожу-выхожу, все, мы приехали, друзья, это центр города, выходим. Полчаса лета и вот он, мой пункт назначения. Город Охрид, главный курорт Северной Македонии. А все из-за него огромнейшего, чистейшего озера, которое местным заменяет море. Здесь я и проведу этот уикенд. Осталось только приземлиться. Да, дайте здоровье всем, кто придумал такую активность и вообще тоже. Ой, Македония. Для первого раза более чем запоминающийся. Пейзаж прекрасен, город тоже. Я хочу выйти. Капитан, thank you. Слава богу, живы. До сегодняшнего дня Северная Македония была белым пятном на туристической карте Орла и Решки. Поэтому я решила хорошенько изучить столицу страны и проверить, отвечает ли она главным критерием комфортного бюджетного отдыха. Начнем с первого впечатления. Скопье сразу подкупает своими зелеными улицами. Все буквально утопает в зелени. Посмотрите, даже кафешки. Как будто в лесуной чаще. Красота? Ухоженной инфраструктурой. О, ребята, вода просто обалденная. Чистейшая. Очень жарко. Очень жарко здесь. И улыбками местных жителей. Вы видели, как мужики на меня реагируют? Могу еще. Вот, кстати, реально здесь все девочки смотрят на меня так, а пацаны так. На побережье Ахридского озера очень много разных достопримечательностей. И для того, чтобы посмотреть их максимально быстро и комфортно, я арендовала себе лодку. Ну а что, могу позволить, у меня же карта, у меня же деньги. Ахридское озеро – одно из самых больших, самых глубоких и самых древних в Европе. Находится на территории сразу двух стран – Северной Македонии и Албании. Его глубина почти 300 метров, а возраст – более 5 миллионов лет. То есть появилось оно еще до ледникового периода. Удивительное ощущение, я вообще не чувствую себя как на озере. Полностью атмосфера какого-то моря, причем такого дорогого моря, нигде не вседого, а прям волны. Вода чистая, лазурная, масштаб такой, везде горы. Вообще не верится, что я на озере. На побережье озера находится 600-летняя церковь святого Иоанна Богослова. Летняя резиденция президента Македонии и древняя крепость времен Александра Македонского. Но главная достопримечательность озера – это, конечно же, его пляжи. К одному из них я и отправлюсь. Капитан, на самый лучший пляж, плиз. Гоу. Второй важный критерий комфортного бюджетного отдыха – это способ передвижения по городу. В Скопье вы можете воспользоваться, например, автобусом. Смотрите, друзья, обратите внимание, двухэтажный красный автобус. И здесь все такие, как в Лондоне, правда, все для того, чтобы сэкономить, как говорится, и приумножить. Потому что раньше были трамваи, ну а потом администрация и правительство города поняли, что гораздо экономнее и круче, когда есть просто два этажа. Поэтому теперь это традиционный, так сказать, способ передвижения. Также всегда можно одолжить велосипед у местных. Малой, дай прокатиться, пожалуйста. Можно прокатиться? Excuse me, little boy, sorry. Guys, да потому что ты бежишь от меня как от огня. Мальчики, ну куда вы, мальчики? Да ну кружочек. Пацаны. Ну ладно, не всегда. Пацаны, где? Ну кружочек, кружок. Пацаны, один кружок. Да не буду я ваш велик отжимать. Местные дети очень дорожелюбные, открытые и светлые ребята. Ну они на самом деле приняли меня в компашку, не просто перед камерой так. Ну или же стандартно отдать предпочтение своим двоим, благо город небольшой и очень атмосферный. Ой, как красиво, ребята, посмотрите. Ой-ой-ой. Ой, как мне нравится все такое старинное. Как будто погружаешься в какой-то город, который как декорация строили для какого-то фильма. А когда задумываешься о том, что люди здесь по-настоящему жили и живут, это, конечно, рай для путешественника. Настоящее удовольствие и настоящий экстаз. Божественно. Поскольку Ахридское озеро огромное, то найти уединенный пляж здесь не проблема. Всего 15 минут и я на месте. Это мой первый в жизни личный пляж. Даже как-то не лошадь. Так, быстро в воду. Вода в озере идеальная для купания. Теплая, спокойная и неимоверно чистая. Озеро Ахрид считается одним из самых чистых озер на планете. И не только потому, что у него большое количество подземных источников, которые наполняют озеро, а и потому, что македонцы чистят все реки, которые впадают в этот прекрасный водоем. Ну и не сливают сюда всякие источные воды, что заслуживает уважения. У меня друзья постоянно просят меня привезти им что-то из путешествий. Ну вот что я им привезу? Не возить же банально каждый раз этот магнитик. Лучше подберу нормальный подарок на какой-то серьезный праздник. Например, вот Е-каталог, раздел компьютера, приставки. Одному моему другу точно подойдет такой подарок. Здорово, что сразу видно цены и где удобнее приобрести. Вот, очень хороший вариант. Сохраню в закладке, а вернусь из путешествия и куплю. Третий критерий – бесплатные достопримечательности. Скопье – один из древнейших городов Европы. Его история насчитывает более двух тысяч лет. И за это время кому он только не принадлежал – римлянам, грекам, туркам, болгарам и сербам. Неудивительно, что главные достопримечательности Скопье – дело рук разных народов. Вот, например, крепость Кали. В такой вид ее привели скандинавские викинги в одиннадцатом веке. А после активно использовались сербы, турки, астро-венгры и, конечно же, югославы. Если честно, я думала, что меня уже ничем не удивить, но Македония, ты знала чем-то. Это просто потрясающе, посмотрите, друзья. Я не могу налюбоваться. Вторая знаковая достопримечательность Скопье – каменный мост. Когда-то его использовали для публичных казней. Сегодня же считается, что всем, кто перейдет мост с легкими помыслами и чистым сердцем, будет сопутствовать удача. Построили его полторы тысячи лет назад римляне. Состоит он из цельных каменных блоков. А еще одна интересность – в 1944 году его заминировали немцы, но после взрыва он устоял. Какой красивый, посмотрите. Третья старинная достопримечательность Скопье досталась городу от турков. Этому красивому зданию в восточном стиле уже пять сотен лет. Сейчас это картинная галерея. Но задумывалась эта постройка как хамам. Жил-был османский правитель, у которого была любимая дочка. И до открытия этого хамама она решила его опробовать. Пришла туда, а там оказалась змея, которая ее укусила. И вследствие этого укуса дочка этого османского правителя скончалась. Поэтому он закрыл его навсегда и запретил когда-либо там купаться. Вот такая вот грустная история, но жутко интересная. К сожалению, других старинных достопримечательностей в Скопье не осталось. И вот почему. В 1963 году случилось страшное землетрясение, которое разрушило весь город, в том числе и здание главного вокзала. Но его не стали реконструировать, а оставили как памятник. В том числе часы. Смотрите, они остановились ровно в тот момент, собственно, когда и случилось землетрясение. Жутковато. Жестко даже, я бы сказала. После землетрясения македонцы восстановили столицу и для привлечения туристов понастроили новых достопримечательностей. За моей спиной одна из самых больших и красивейших площадей, которые я когда-либо видела в своей жизни. Называется она площадь Македонии. А получила она свое название в 1991 году, когда Македония стала независимой республикой. Красота да и только. В центре площади установлен огромный 30-тонный бронзовый памятник всаднику на коне, в котором легко угадывается образ Александра Македонского, некогда владельца этих земель. Но на этом власти города не остановились и расставили по городу десятки статуи памятников всем более-менее известным македонским поэтам, художникам и музыкантам. Весь балдеж заключается в том, что мне очень нравится такое количество статуи. Я смотрю, восхищаюсь еще на фоне всей этой зелени. Кажется очень красивым. Но местные считают это абсолютно безвкусицей. Более того, как-то пытались бороться с администрацией города, чтобы это все поубирали. И вообще считают, что эти статуи являются отмыванием денег. Вот и все. Но я скажу, почему мне так это понравилось. Просто антураж вокруг. Понимаете, если бы просто сейчас стояли бы бетонные здания, бетонные дома рядом с этими статуями, действительно было бы, может быть, не так круто. А когда течет река, когда вот эти вот корабли, вот эти вот деревья, оно как-то все просто вместе работает круто, поэтому мне нравится. Либо у меня со вкусом хреново все, либо просто, может быть, македонцы чего-то не понимают. Если в поездке вам понадобится техника, допустим, для работы или фильмец какой-нибудь посмотреть, то супер подойдет какой-нибудь легкий и классный ноутбук. И посмотреть его можно на Е-каталоге. Все очень просто. Так, заходим в раздел компьютеры. Сортируем, конечно же. Ставим галочку напротив «Не игровые». И выбираем вес до одного килограмма. Нам же нужен легкий ноутбук. Так, здесь еще показано, где и в каких магазинах какая цена. Это супер удобно. Ну все, с Е-каталогом дела решаются. Быстро! А еще Ахридское озеро славится высококлассными отелями на своем побережье. Например, пятизвездочный юник-резорт «Эндспа». На его территории есть собственный бассейн, теннисные корты, футбольный стадион, картодром и 130 роскошных номеров, в одном из которых я остановлюсь. Мамочка дома. Мне достался сьют стоимостью 375 долларов в сутки. С огромной кроватью. Вот. Вот за что я так люблю пятизвездочные отели. Ребята, посмотрите, она огромная. С хрустящими простынями, свежайшая, чистейшая, самая нежная кровать, которую только мог представить себе человек. И она моя. Рабочим уголком. Правда, не знаю, почему я должна работать в свой шикарный богатый уикенд, но пусть будет. И уютной зоной отдыха. Может показаться, что вот для пятизвездочного отеля здесь достаточно аскетично, но… Две минуты до озера. Чистый, новый, курортный, прекрасный, свежий отель. Но и это еще не все. Ой, ребята. Ой-ой-ой. Да нет, это фотообои. Такого быть не может. Пожалуйста. Вот вам и самое главное преимущество этого номера. Мама миа. Ой-ой-ой. Какой вид. Боже мой. Да передо мной все горы Македонии. Все красивые виллы Македонии. Ну, ребята. Ну скажу честно. Ну хочется, чтобы почаще выпадал орешка и безлимитная карта. Мне не жалко для лучших друзей, но вот ради этого стоит, стоит бороться. Стоит бороться и каждый раз подбрасывать монетку, как в последней. Говорят, провожать закат в Скопье лучше всего на горе водно. Поэтому летс гоу, посмотрим скорее на это прекрасное великолепие. Самый быстрый и удобный способ подняться наверх – фуникулер. Слушай, есть проблема, пожалуй. Смотри. Жичарата неработи поради серви сиранье. Что в переводе означает закрыто в связи с пандемией коронавируса. Отсюда вопрос, как добраться до этой вершины. Пойдем спросим у четырех взрослых, которые не отрывают от меня взгляд. Как называется Сань? Водный. Ладно, спасибо большое, хорошего дня. Ну и это грустно, ребята, потому что здесь есть специальное оборудование, типа фуникулера, который тебя поднимает на гору и ты можешь спокойно лицезреть вид. Но мне повезло, потому что я имею уникальную возможность подняться туда пешком на своих двоих. Ведет на вершину горы крутая лесная тропа протяженностью в несколько километров. Не спеша пройти ее можно за час-полтора. Ребята, это только две минуты. Зачем я надела этот свитер? Это раз. Если бы я знала, что закрыт фуникулер, я бы никогда сюда не пошла. Так бы я прошлась, если бы мне было 25. Ребята, это полная мы савиш. Господи, Саня, мне 29 с половиной, я не знаю, как подняться на этот верх. Как ты скачешь с этой техникой в свои 58, я просто не представляю. Но чем выше поднимаешься, тем красивее становится. И местная природа словно придает сил. Ой, как красиво по лесу, по лучу. Волшебство какое-то, честное слово. Кажется, как будто сейчас отсюда должны какие-то волшебные зверьки выпрыгнуть, какие-то феи, огромные бабочки. Действительно, по-настоящему какой-то сказочный лес. Невероятно. Мы почти у цели. О, вот и оно. Вижу. Вершина горы Водно – это самая высокая точка Скопьи. Ее высота – 1066 метров. Главная достопримечательность – крест Миллениум. Его возвели в 2008 году в честь 200-тысячелетнего юбилея христианства. Высота креста – 66 метров. Кстати говоря, на момент, когда строился этот крест, он был самым большим крестом в мире. Представляете? Unbelievable, incredible и amazing в одном лице. Но самое красивое здесь, конечно же, вид, который открывается с горы. Короче, предлагаю не медлить и посвятить оставшийся уикенд рухидонской природе. Наслаждайтесь, наслаждайтесь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спокойной македонской ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Говорят, здесь дают туристам чудесные летние домики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле, парни, красивые это раз. Во-вторых, я первый раз ночью сращиваю себе какое-нибудь жилье. Добро пожаловать! О, хорошо! Привет, привет, меня зовут Анастасия. Привет, меня зовут Агрони. Я знаю, что у вас есть в доме, в этом месте. Как я могу идти к этому месту? Я могу идти к этому месту, 5 минут от этого. Как это возможно? Сколько это можно? Это 2,500. Хорошо. О, на самом деле, ребята, чувствуется дух приключений, потому что уже темно, и кроме четырех мужчин рядом никого нет, ну и Санечки, конечно, моего. Но это приключения, я скучала. Летний домик находится на склоне каньона. И добраться к нему можно только по реке. На самом деле, такого поселения Хосо, я не знаю, как это назвать. В общем, мест на ночлегу у меня еще не было никогда. Обычно я добираюсь автостопом, я не знаю, пешком. Как угодно, но не на лодке, еще и в полной темноте, по реке. Все вообще куда едем? Но мой арендодатель не обманул. Через 5 минут мы подъехали к скромному деревянному домику на берегу. О, это, кстати, на удачу. Ребят, ну я честно скажу, я не знаю, что меня ждет внутри, но мне определенно нравятся эти приключения. Это не хостел, я уверена, что там нет 10 тысяч кроватей и это… Так бы сразу. Ребят, это безумно мило, я скажу почему. Это мне сразу, с момента, с первой секунды, даже запахи напомнили домик в деревне у бабушки. Боже, это круче всякого хостела. Ребят, у меня 100 долларов, но я живу в какой-то хижине в потрясающем месте. И главное все удобства внутри домика. Душ, раковина, туалет. Ну что еще желать бюджетному туристу? Я прям какой-то Робинзон Крузо. Балдеж. Ну я так устала, что пора спать. Доброе утро. Хотя, если честно, я бы еще чуть-чуть поспала. Ой, Санечка, доброе утро. Доброе утро. Ух ты. Слушайте, а вечером вообще ничего не видно было. А так, смотрите, какое прекрасное место. Вы знаете, мне это напоминает такую лачугу, в которую можно сбежать и прятаться от одиночества. Ой, наоборот, прятаться от всех, чтобы быть в одиночестве. Короче, такое убежище художника. Красота. Романтика. Оказалось, мой домик расположен прямо в центре каньона Матка – одно из главных достопримечательностей страны. Он появился миллионы лет назад благодаря быстрой и целеустремленной реке Треске, которая в прямом смысле слова прорезала себе дорогу в горных массивах. Такое название у каньона возникло неспроста, ведь местные жители глубоко уверены, что жизнь на земле возникла именно в этом красивом месте. С маткой! Друзья, посмотрите, насколько прекрасен этот каньон. Какое прекрасное у него название. Боже мой, водичка. Даже отсюда видно, насколько она прозрачна. Поэтому предлагаю не терять время даром и скорей знакомиться с маткой. С маткой знакомиться скорее. Сяду на лотку и поплываю. Знакомиться с маткой скорее. Все, поехали. На второй день своего уикенда я решила отправиться в горы и наняла для этого профессионального гида. Привет, меня зовут Юля. Привет, я Йончи. Итак, что мы увидим? Сегодня у нас насыщенная программа. Лес, горные массивы, подъем на вершину. На восхождение у нас 4 часа. 4 часа. Хорошо. Если я остановлюсь, просто возьми и пни меня. Не переживай, я помогу. Кажется, я действительно переоценила свои способности. Пойдем, мы готовы? 4 часа. Мама миа. Да ладно, все, решим по дороге, кто кого понесет. Ну красиво, красиво, что скажешь. А гулять сегодня мы будем по национальному парку Пеллисте. Это самый старый и самый большой парк Северной Македонии. Здесь есть все. И бескрайние долины. И густые леса. И, конечно же, сразу несколько горных вершин. А вот и первая фишка парка. Сосновый лес Молика. Он уникален тем, что у здешних сосен иголки в пучках растут по 5 штук, в то время как у обычных сосен по 3. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Ой, такие мягонькие. Они очень отличаются. Вообще не похожи на классическую сосну или елку, которую там мы украшаем на Новый год. Прям как листочки. Очень приятные. Ну и пахнет, эвкалиптом прям пахнет. Класс. Класс, погнали дальше. Еще одна особенность парка – реки. Но они не обычные, а каменные. Слушайте, ну это, конечно, любопытно, как они так сформировались. То есть они прям с гор, с вершины спускаются вот такими языками, как вот действительно горные речки. Хау – это… блин, я забыла английский язык. Не знаю. В общем, я либо могу говорить по-английски, либо подниматься в гору. Поэтому… А как они образовались? Еще во времена ледникового периода. Эти горы уже тогда были здесь. А их вершины полностью покрывал снег. Но времена шли, снег таял и потоки воды, стекая вниз, просто крушили горную породу и несли за собой. Как-то так. Я поняла. Наверное, влево на меня чихнуло. Но я же хорошо говорила по-английски. Но реки удивительные. Ну и наконец, первая смотровая на нашем пути. Ой-ой-ой, вот это вид. Йончи мне так нравится. Нравится? Да. Юльчи и Йончи на краю скалы. Вот та самая вершина. Именно туда мы и идем. Йончи сказал, что вот там и будет настоящий вид. Тот, ради которого мы сюда пришли. А это, ну так, аперитив. Знакомиться с каньоном и его красотами лучше всего с лодки. Стоит это около 10 долларов. Я вообще себя, если честно, не ощущаю бюджетным туристом. Посмотрите, какая очаровательная лодка. Кроме меня здесь никого нет. И на саму лодку посмотрите, она какая-то вот вся, какая-то киношная, понимаете. Не просто тебе деревянная, какая-то грязная. Очаровательная киношная лодочка. И вообще все какое-то киношное. В общем, мне нравится. Давайте наслаждаться красотами и видами матки. Этот каньон очень популярен среди местных. Сюда приезжают, чтобы ловить рыбу, охотиться, скрываться в его прохладе от палящего солнца. Или просто медитировать, взирая на эту первозданную красоту. Я не знаю, с чем это связано, господа, но здесь я ощущаю себя абсолютно свободной. Я не знаю, как это передать, но такое ощущение, что, знаете, я все могу. И все такое френдли, и как будто все дружелюбно. Все идет навстречу тебе и помогает тебе. Вот такие вот ощущения вызывают у меня этот каньон, я не знаю. Короче, очень круто. Но каньон Матка – это не только река и поросшие лесом скалы. Вот эта вот маленькая щель, друзья, это пещера, подводная пещера. Если не знать, то вы даже не заметите. Всего в каньоне насчитывается с десяток разных пещер. Большая часть из них недоступны, но некоторые открыты для туристов. Ну что, самое время прогуляться ножками и дойти до одной из красивейших достопримечательностей – пещера Врайлоу. Как-то так кажется называется. Это самая большая популярная пещера в каньоне. Ой, прохладненько, знаете ли. Ух ты. Ой, ёёшки, ёёшки. Ух ты, ух ты, ух ты. Ребята, а пещера-то огромная. Состоит пещера из трех залов. Первый называют концертным из-за его невероятной акустики. Я открываю колбасу. И к носу тебе поднесу. И ты понюхай колбасу. И найди в лесу лесу. Я открываю колбасу. Я открываю колбасу. Второй зал славится своими сталактитами и сталагмитами. Смотрите, друзья, тут вообще скульптура напоминающая шишку на еле. Вообще, смотрите, если посмотреть выше, такое ощущение, как будто не сама природа изобрела все это, а как будто скульптуры какие-то. Ведь если всмотреться, такое ощущение, что это какие-то внеземные создания. Не знаю, какие-то ангелы или какие-то полулюди, полуптицы. В общем, если у вас хорошо развита фантазия, здесь действительно можно увидеть много всего интересного. Для художника, конечно, место топ. Невероятно красиво, правда. Но главная фишка этой пещеры находится в третьем зале – это озеро. Насколько глубокое – неизвестно до сих пор. Максимальная глубина, на которую смогли опуститься дайверы – 240 метров. Но они говорят – это далеко не предел. Поэтому можно только догадываться, что находится на дне и что скрывает его глубины. Мне кажется, как только погружаешься в воду, становится очень страшно, потому что где-то есть темные участки. И, конечно же, фантазия разыгрывается и кажется, что там какой-нибудь подводный монстр живет. А вообще, пещера невероятная. Очень красиво. Одна из красивейших пещер, в которых мне когда-либо доводилось бывать. А я, наконец, уже на финишной прямой своего горного марафона. Последние вот эти шаги, минуты, просто невозможно. Ой, ноги не идут, вообще не идут. И вот после четырех часов пути, литров пролитого пота и в кровь стертых ног я это сделала. Опа! О-а-о-о! О-о-оу! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а… Да! Ааааааааааааааааааааааааааааааа! Высота пика Пилистер 2601 метр. Это третья по величине гора Северной Македонии. И первая покорившаяся мне на Орле и Решке. Орел и решка. Первый раз в Македонии. Первые 100 баксов в этой стране. Я их прячу. Я уверена, что мы обязательно сюда вернемся. А пока удачи, мои любимые маленькие и взрослые путешественники. За столь желанной купюрой с Бенджамином Франклином отправляйтесь в столицу Северной Македонии, город Скопье. Там идите в крепость Кали. На самой вершине холма ищите древнюю полуразрушенную каменную стену. В ней, в одном из отверстий, и спрятана бутылка со 100 долларами от орла и решки. Просто комары съедят. Комары сожрут меня молодую. Северная Македония похожа на золушку. Ну давай, Македония, удиви меня. Она скромная и застенчивая. Я думала, что меня уже ничем не удивить. Но при этом фантастически красивая, добрая и душевная. Какой вид, боже мой, да передо мной все горы Македонии. Кажется, это любовь с первого взгляда. Unbelievable, incredible и amazing в одном лице. Красота, а? Какая красота. Ой, как мне нравится. Полный амасавиш. А ты шо? Наслаждайтесь, наслаждайтесь. И учим новые движения. Раз, два, три, четыре. Оль, господи, ты что? Ты играла в проекты? Я прошу прощения, у меня один вопрос сразу же сходу. Почему ты так плохо выглядишь? Ты вроде бы была с золотой картой, уходила такая красивая. Выглядишь так убого, потрепанная, потная, зашарпанная баба. Значит так, во-первых, по поводу потной. Не твой бы свитер вообще, как говорится, сейчас ротик открывал. Но, но, почему я так плохо выгляжу? А я не плохо выгляжу, что ты вообще меня внушила здесь? Так, секунду. Значит так, я прошла как минимум раз в тридцать больше, чем ты. Я не знаю, как я умудрилась это сделать с богатой жизнью, но… С такими толстыми ногами. Слушай, ну я рада, что тебе понравилось, потому что мне Македония зашла на все 100%. Как для туриста, для любителей архитектуры здесь 100%. Ты наслаждаешься как городом, так и природой. Я облазила каньоны, я увидела красоты, леса, поля, просторы. Ну в общем, все пункты, которые нужны туристу, я их все закрыла. Более того, даже спала в таком уютном домике и ела такую вкусную еду. Короче, Македония, лайк тебе и репост, а ты моя спортивная подруга! Уношу тебя из кадра Македония! Пока, увидимся в следующем городе! И реально мощная!